Гармония — это тяжёлый труд двух людей, и в этом труде есть только одна трудность, мои хорошие. Трудность означает, что где взять силы? Где взять силы простить? Где взять силы принять человека? Где взять силы заставить себя ему сделать доброе дело? Мы живём как чужие, потому что так действует эгоизм, он делает людей чужими. Это закономерности всё, что мы как чужие, а вот заставить себя поверить, принять, понять человека крайне сложно, и принять его интересы, а не свои. Потому что то, что для меня гордость, то есть для него гордость, для меня — это служение. Вот, допустим, у меня близкий человек гордится собой. Все гордятся собой в близких отношениях, потому что включается эгоизм. Женщина начинает как женщина гордиться, мужчина как мужчина. А вот если я женщину принимаю как женщину и даю ей возможность гордиться собой, это называется любовь. И если я мужчину принимаю как мужчину, я от лица женщины сейчас говорю, и смиренно себя с ним в себя веду, хотя это и не по природе женщине, вот это называется любовь. Теперь вы скажете, а если он обнаглеет, сразу возникает вопрос, обязательно обнаглеет. Даже когда человек служит близкому человеку, всё равно гордость в результате этого служения появляется как побочный продукт. Но вместе с гордостью появляется также и благодарность. А благодарность, как её проверить, что она есть? Вот как понять, что тебе благодарен близкий человек за твой труд? Он же внешне не скажет ничего сначала, потом-то скажет, а сначала нет. Как проверить, что он благодарен? Если ты бескорыстно трудишься, а не просто потому, что тебе нравится, а просто вот трудишься для человека, потому что так надо, из чувства долга. Это и есть любовь. Пересиливая себя, заставляя себя. Это любовь. Любовь всегда через аскезу только идёт. Она не идёт, как мы думаем, спонтанно. Вот мне нравится служить человеку, я служу, не нравится, пошёл нафиг. Это не любовь, это влюблённость. Любовь означает, вот есть у меня человек близкий, и я выполняю свой долг просто перед ним. Как определить, что благодарность в сердце есть? Не видно сразу, нет. Наглость видно. Допустим, жена с любовью кормит мужа. Он уже привык, говорит, а где покушать? Условный рефлекс срабатывает всегда. Она говорит, а ещё не успела. Он говорит, как не успела? Ну, то есть, благодарности нет. Видите, наглость есть. Теперь, как определить, что есть благодарность? Есть один способ. Вот когда он обнаглеет, а вы для него служите с любовью, а не с влюблённостью. Потому что с влюблённостью вы просто обидитесь, и вот так зажмётесь, и будете себя мучить. А если вы с любовью служите, у вас чувство собственного достоинства по-другому сработает. Вы сядете рядом с ним и скажете ему, «Ты знаешь, мой дорогой, я тебе готовлю, потому что я хочу, чтобы ты был счастлив». Но если ты решил, что ты можешь так собой, со мной себя вести, то тогда я могу и не готовить. И вы это скажете не с обидой, а просто спокойно, по-доброму, с улыбкой на лице, и пойдёте в свою комнату. А он в этот момент услышит вас, потому что благодарность заставляет слушать. Человек неблагодарный, он никогда не услышит. Только благодарность открывает уши, и он побежит за вами в вашу комнату в этот момент и скажет, «Извини, я ошибся, я неправильно сказал». Понимаете, да? Благодарность заставляет менять своё поведение даже гордого человека. То есть вы имеете право воспитывать человека. В тот момент, когда вы включаете служение в вашу жизнь ему, вы получаете право ему говорить правду сначала, он будет её слушать и принимать, а потом уже менять этого человека, его характер и жизнь со временем. То есть гармония или взаимность — это труд души. В этом труде не хватает только одной составляющей для всех людей. Эта составляющая означает, где брать силы. И вот об этом сейчас я с вами поговорю. Только не обвиняйте меня в этот момент, что я вас куда-то тяну. Хорошо? Силы берутся у человека только от Бога или от святости. Понимаете, человек не может понять, что есть Бог. Это невозможно для нас понять. Потому что как бы эгоизм говорит, что вот... Ну эгоизм что такое? Каждый суслик у себя на поле агроном. Ну какой Бог? То есть, ну понимаете же, что это всё ерунда. Вот. Ну то есть, человеку очень трудно принять, что есть высшая истина какая-то, высшая сила, высшая чистота и так далее. Что есть высшая личность, ещё тяжелее принять. Часто у высшей истины есть три аспекта. Принимаются они всё труднее и труднее. Первый аспект — это энергия счастья. Часто люди считают, что Бог — это и есть любовь. То есть энергия счастья. Второй аспект — это форма. Некоторые говорят, и это сложнее принять. Некоторые говорят, Бог — это и есть само мироздание. То есть форма. И самый сложный аспект, который труднее всего принять, — это личность. Если как бы сказать, что Бог — это личность, тогда что за личность? Это уже вводит в одну веру, в одну сторону, в одну религию человека. Веды говорят, что Бог — это личность, но она многогранна. То есть она даёт нам ту веру, которая нам ближе. Поэтому существует много религий, и Бог предстаёт в разных обличиях между людьми. Но единственное, что можно сказать одно про человека точно, что из себя человек энергию не родит. Веды объясняют, что есть три источника силы, которые идут от Бога, но всегда по-разному. Три источника силы, и все они связаны с верой. Ключом к этой силе является вера. Слушайте внимательно. Первый источник силы для человека является природа. Все люди, которые верят в природу, считают, что она только может вылечить и помочь. Эти люди верят в Бога. Сто процентов. Просто они до конца этого не понимают. Часто люди лечатся таблетками, прогреваниями всякими. Солнце простое вот здесь вот, возле Волги, на песке. Оно человека лечит в тысячу раз лучше, чем любые прогревания. Понимаете? Просто купание в реке лучше в тысячу раз, чем в ванне. Потому что это божественная энергия, поэтому люди уважали реку всегда. Мать Волга. Понимаете? То есть солнце для многих людей является чем-то очень важным. Те люди, которые проводят на пляже в свое время, в играх, в волейболе, они столько здоровья получают, что хватает на весь год потом. Понимаете? Поэтому люди бегут в отпуск куда-нибудь на море, на реку, чтобы как-то соприкоснуться с природой. Потому что когда стихии объединяются, это еще лучше лечит. Когда река и земля есть вместе, это сильно. А если река, земля и лес, это еще круче. А если река, земля, лес и горы, это еще лучше отдых будет. И так далее. И солнце еще хорошее, сильное. Если человек хочет быть здоровым, он должен поверить в природу. Если не может поверить, будет больным. Здоровье человек получает от природы. Запомните. Не от таблеток, а от природы. И на природе нужно быть активным и благодарным. Если ты просто лежишь на песке, здоровья много не будет. А если ты двигаешься, уже больше здоровья. Если ты благодарен солнцу, благодарен воде, благодарен земле, что тебе дает счастье, то тогда это и есть правильное поведение, которое дает здоровье. Так первый аспект Бога — это природа. Те, кто верит в природу, что получают? Силы и здоровье. Вот сил нет, слабость. Идите, наступила грусть, что пойду, пройдусь. Если сил нет, идите на природу. Там вы получите силы, больше ее нигде не получишь. Второй аспект Бога — это люди. Через людей Господь действует. Это тоже надо знать. Поэтому существуют святые люди, существуют старшие, которые тебе истину откроют. Существует святость, понимаете, в людях. Это отблизь Бога святость. Это нечеловеческая святость. Это нечеловеческая функция. Это божественная функция. Поэтому через людей, особо приближенных к Богу, и проявляются различные чудеса. Я недавно фильм видел про одного православного святого. И там в этом фильме к нему приходит женщина, говорит, что-то у нас дождя давно не было. Он такой говорит, дождя давно не было. Да будет дождь, не волнуйся. Раз — и дождь пошел. И все говорят, да, случайность. Он говорит, да это уже не первый раз. Его послушник говорит, это уже не первый раз. Какая случайность? У вас дождя месяц не было. Понимаете? Ну, то есть такие вот вещи. Сверхспособности проявляют через возвышенных людей, потому что они обладают особой связью с Богом, особой силой. В древней культуре Бога сравнивают с Солнцем. Не потому что Бог — это Солнце, как некоторые говорят, а потому что Бог человеку дает силы, так же Солнце, как Солнце дает силы всему живому. Отчего растение растет? От солнца. Солнце светит, растение растет. Отчего птицы поют? От солнца. Солнце восходит, птицы заливаются. Отчего человек улыбается? От того, что лето наступило. Точно так же и человек верит в Бога, потому что он дает ему возможность жить. И поэтому люди и ходят в храмы, чтобы получить тот уникальный вид силы, который способен поменять судьбу. И истинное эго, то есть ложное эго, переставить в истинное. Человеку своими силами стать бескорыстным практически невозможно. Но если он сходил в храм или просто помолился, то он легко может сделать то, что в обычной ситуации невозможно. Прощение, возможность черпеть человека, возможность принять его характер — это невозможные вещи для нас, понимаете? Мы никогда, женщине очень трудно мужской характер принять, мужчине женский. Но когда человек соприкасается с Богом через какие-то его аспекты, ему легко это сделать. По лесу прогулялся, пришел, уже легче жить, потому что получил эту силу природы. Если у тебя есть друзья хорошие, друзья хорошие, это тоже божественная сила. Если у тебя есть наставник, это божественная сила. Если тебе плохо, иди к друзьям, не надо к психологу ходить. Иди к друзьям и поговори с ними. Если они по-доброму с любовью с тобой поговорят, у тебя будут силы принять свою жену. А именно принятия в жизни не хватает. Основная проблема какая? Приведу пример. Мы с женой, как бы мы так обычно не ссоримся, но у нас есть взгляды, принципы какие-то. И как бы у нас было расхождение во взглядах серьезное. И мы такие, как бы пошли к старшему. Мой наставник, тоже женатый человек. У меня несколько наставников. Один из них женатый. И мы пришли к нему. И он увидел меня, начал улыбаться. Говорит, мы вас ждали, заходите. И улыбается такой, посадил нас. И мы каждый рассказали, почему я считаю так, что это и есть и правда. Каждый рассказали ему. И я был уверен, что он примет мою правду, потому что я разумнее. Она все-таки женщина, она поглупее. Я так был уверен. Она была уверена, что она правильно все говорит, потому что ей со стороны виднее. Ну, в общем, каждый свою правду сказал. Он внимательно слушал очень и улыбался. Потом, когда мы выговорились, произошло нечто удивительное и неожиданное для нас обоих. Он просто посмотрел на нас и сказал, «А теперь пойдемте за стол. Мы так ждали, чтобы вы к нам пришли. Мы хотели вас накормить. У меня жена уже все приготовила». И я такой, как бы, типа, это… «Кто прав, кто не прав, кто победитель, кто проигрантус, кто победитус». Мы говорим, «Пойдемте за стол». Мы пошли за стол, мы поели. И потом, когда мы наполнились этой энергией любви, мы пошли домой. И оба признались друг другу. Такие слова сказали. «Все-таки ты права», я сказал своей жене. Она мне сказала, «Нет, ты прав на самом деле». Понимаете, о чем я говорю или нет? Человеку не хватает силы. Силы просто. Все эти наши принципы, все эти наши вот эти вот понты друг с другом, это просто не хватает силы любить. Нам не хватает этой энергии любви. Первая энергия — природа, вторая энергия — люди. Надо просто плохо, иди поговори с любимым человеком, с близким, имея в виду подружка там и так далее. Не с любовником, конечно. И третий аспект Бога — это вера. Это вера. Это тот путь, который человек должен обязательно в своей жизни найти. Это верующие люди. Это алтарь. Это духовная музыка. Это лекции на духовные темы. Это молитва. То, что спасает человека от несчастья, судьбы. Люди способны, природа способна вылечить человеку тело, здоровье дать и силы жить. Люди способны вылечить характер и дать человеку терпение, терпеть свою судьбу, дать возможность терпеть. А если человек хочет поменять свою судьбу, если он хочет ее победить, без веры это сделать невозможно. Нужна вера для победы. Для здоровья нужна природа, для принятия нужны люди, друзья, подружки. А для победы нужен Бог. Нужна личность, нужна вера, нужна религия.